А всё началось с вот этого вот комментария. Всем привет, с вами Sky. И похоже таки реально вышло ШХД Лето от того же разработчика, который делал ШХД Зима. Ну что ж, давайте рассмотрим. Игра называется теперь Бытовой Подвиг. Или же Раутин Фит. Называется само приложение, не знаю. Ну что ж, игрушка, честно говоря, опупенная. Сейчас мы с вами это рассмотрим, разберём, я всё расскажу, покажу. Но перед этим давайте посмотрим, что тут в меню вообще. Значит, есть кнопка «Спасибо». Это у нас титры. Это, видимо, благодарность тем, кто помогал в разработке. Помощь, значит, просыпайся, работай, ешь, засыпай. Повторяй до тех пор, пока не сможешь что-нибудь изменить. На самом деле жизнь очень красивая, просто это нужно суметь увидеть за однообразием. Я так понимаю, что нам придётся делать какую-то монотонную работу изо дня в день. И, возможно, будет какая-то фишка, типа, как не день сурка, да, а что-то изменить, найти какой-то момент, который сможет изменить нашу жизнь. Ну, чёрт её знает. В общем, нажимаем играть, погнали. И нам даёт вот такой вот интересный текст. Значит, «Новый день. Сегодня меня, как и обычно, ждёт работа и ничего кроме. Но я постараюсь стать немного свободнее. Я начну писать свою книгу о том, как долго мечтаю. Всего лишь нужно взять и напечатать свои мысли на машинке». И у нас вот есть выбор. Значит, «Я готов к новому дню?» И «Хотя ведь я на самом деле ничего и не хочу». Ну что же, тогда выход. То есть у нас такой вот вопрос, да, «Мы хотим действительно играть в эту игру или всё-таки уйдём?» Конечно же, я нажму «Я готов к новому дню». Дальше ещё интереснее. Показывают управление. И опять выбор. Значит, «Мне всё ясно с этим управлением?» Или же «Я не хочу ничем управлять, и мы выходим?» Понятное дело, я нажимаю «Мне всё ясно». И мы появляемся снова в нашей квартире, которую мы уже с вами знаем, мы уже выучили. Тот же плакат с чуваком. Те же таблетки, лампочки. Единственное такое вот отличие в нашей квартире – это то, что у нас радио. Вначале, видели, светилось, да? Вот сейчас почему-то уже не светится, но нам дали понять, что там что-то интересное. Оно так выделялось от всего остального. Значит, давайте попробуем, включим его и послушаем, что же там будет. Вместо теперь каких-то странных реплик мы будем слушать с вами, по-моему, кое-что интересное. В общем, играет какая-то мелодия, да? Как бы, пускай она играет на улице. Так. Хороший день солнечный, летний. Значит, немножко пожрем помидоров, немножко хлеба навернем. Что у нас тут еще? Колбасы. Сожрем кусок яиц, пару штук. Повыпиваем сырыми и можно, как говорится, в путь. Значит, еще одно нововведение, вот которое действительно уже интересное и полезное, это то, что у нас новая передача по телевизору, а именно курсы английского. Собственно, вот так это выглядит. И, кстати, вот с этим телевизором реально уже можно куда-то идти. С ним будет не скучно. Так, сейчас пойдет запись. Давайте послушаем немножко. Так, я сейчас не понял. Это не запись английского. Не понял. Может быть, можно передачи переключать? Точнее, станции. Ну, в общем, идем на улицу. На первом году обучения. Обратите внимание на живость контакта учителя с классом. Игра помогает получше обладать иностранным языком. Какую-то бабочку нашел. Не знаю, это глюк текстуры или что, но выглядело очень мистически и красиво. Так, я пытаюсь все-таки выкинуть телевизор в окно. У меня почему-то в первый раз это получалось, а сейчас нет. О, отлично. Все, пускай так и лежит. Мы будем слушать его на улице. Так, я не знаю, доступны ли есть какие-нибудь новые комнаты. Потому что в предыдущей части, скажем так, в Шахаде-Зима была доступна только наша квартира, к сожалению. Не знаю, есть ли здесь что-то новое. Но, в общем, будем разбираться. Значит, смотрите, тут есть объявления. Причем, невооруженным взглядом их, наверное, и не рассмотреть. Алкоголизм, сантехник, значит, уничтожитель крыс, кредит. Ну, довольно интересно, да, вот сделано. Но, как бы, со стороны вот так вот пройдешь и даже не обратишь внимания. Здесь у нас есть почтовые ящики, в которых где-то лежит, значит, какой-то билет. Я только что взял. Сейчас узнаем, что это такое. И книга. Да, у нас есть книга, в которой вот какие-то стихи. Если хотите, можете поставить на паузу, почитать. Может быть, вам интересно. Так, ну, мне просто пока не до этого. И все, выходим. Выходим на улицу и видим наш замечательный двор. Наступило лето, вон телевизор, бабочки, ветерок прохладный. В общем, шикарно, все шикарно. Кстати, локация выглядит намного красивее. И вместо снегоуборочных машин у нас теперь автобус. И знаете что? Да, здесь есть, черт возьми, вторая локация. Не поверите, да? Я вам сейчас покажу. И, собственно, это все дело в автобусе. Мы сейчас немножко еще здесь походим, а потом доберемся туда. Значит, почтовый ящик. С его помощью вы можете отправить книгу. Я так понимаю, что можно взять ту книгу из нашего, так сказать, почтового ящика. Я не знаю, наш-то ящик или нет. Подожди, ее можно взять, да? Ну, давай попробуем. Да, ее можно взять. А где-то только что видел еще один почтовый ящик. Так, а может быть сюда? Так. Почтовый ящик. Можете отправить книгу. Я не знаю, честно говоря, как можно отправить книгу через этот ящик. Может быть, просто нужно положить рядом. Ну, черт его знает. Возможно, это тоже какая-то фишка, какое-то нововведение. Но нужно разобраться. Ладненько. В общем, здесь во дворе я не бегал, честно скажу. Но я думаю, что все-таки остальные парадные все закрыты. И квартиры тоже. Поэтому бежим сразу на остановку. Надо бы походить еще по магазину, посмотреть в тех дворах, что интересного. Ну, а пока что мы с вами ждем автобус. Приходим на нашу остановку. Вот здесь у нас, кстати... А, вот и почтовый ящик. Он только что светился. Слушай, только что этот почтовый ящик светился. Значит, попробуем отправить книгу. Тоже есть какие-то замечательные надписи. Также объявления какие-то. И садимся на автобус. Мы взяли с вами билет. И у нас есть, значит, путевка до нашей работы. Заходим в автобус. Нас ведет какой-то мистический водитель. Потому что его просто не видно. Можно присесть. И вот так вот аккуратненько прыгнув, присесть вот где-то рядом с водителем. И все, едем. Вон, кстати, таблетки валятся. Давай попробуем съесть. А, они пустые, что ли? Да, их нельзя взять. Какие-то ошметки от бутылок. Ладно, давайте проедемся с водителем. С призрачным. Собственно, едем на работу. Ну что ж, а вот мы приехали на работу. Пора работать. Появляемся вот в таком вот очень уютном, я бы сказал, красивом офисе. Значит, посткоммунизм к 2100 году. Ну, не знаю, честно говоря, что это значит. Значит, пока работа не выполнена, я не могу уйти. Вот я могу включить у себя свет. Растения я трогать не могу. У нас есть тут, значит, яблоко, бумажка, карандаш, наш компьютер, собственно. И клочки бумаги. Так, часы также есть, которые стоят. Нет, идут. Идут часы. Только как-то странно. Они, по-моему... Ну, они как-то стоят на месте, да, я так понимаю. Или вообще назад идут. Ладно, давайте предположим, что они стоят на месте. Сейчас я даже скажу почему. Потому что, когда мы начинаем работать, смотри, включаем наш компьютер. И теперь такая фишка. Можно его взять. Значит, берёшь. Давай, подымайся. Так, мы его берём и подходим к окну. И смотри, что происходит. Так, сейчас вот как-то так грамотно встать. Вот. Время перематывается, смотри. Да, приходится немножко так долго понаяривать кнопку Е. Но, тем не менее, прикольно. Всё, работа сделана. Можно идти домой. Собственно, как вы поняли, мы писали книгу. До самого вечера, с раннего утра мы писали книгу. И теперь у нас открыта дверь, мы можем выйти. И причём время перематывается. Забыл показать, но время тоже моталось. Вот такая вот интересная такая вот фишка. Как по мне, очень круто сделана. Вот эта вот перемотка, очень классно. А вот эти вот плиты бетонные. Такое ощущение, что мы находимся в каком-то, я не знаю... Вот даже не знаю, чем сравнить. Какой-нибудь... Как же он назывался? Агропром в сталкере. Вот честное слово. Какой-то прямо агропром. Давайте бахнем таблеток. Закусим яблоком. Яблочко, давай, жрись. Так, книга. Можно посмотреть, что тут у нас вообще делается. Значит, вы набираете текст на компьютере. Для работы нажимаете кнопку Е. Причём нажимайте многократно, чтобы компьютер явно и однозначно отзывался на ваши действия. В общем, короче, инструкция к работе. Так, поставим стул. Значит, и записка. Мне кажется, что ещё немного, и я просто не выдержу. Ещё один день рутины, и я просто разобью этот компьютер к чертям. Однако, что я тогда буду делать? То есть, вот наш персонаж, наш герой, он уже, честно говоря, задолбался жить одним и тем же днём. Поэтому я просто ворую компьютер с работы. Хули нет. Вот тут у нас куча дверей каких-то. Я не знаю, они открываются вообще или нет. Но когда мы доходим туда, собственно, мы возвращаемся домой. Нас просто высаживают на остановке, и автобус уезжает. Причём, видите, уже вечер, и графика вот... Ну, вот красиво. Не знаю, вот сейчас вот почему-то очень красиво. Я не знаю. Какой-то вот такой... Смотрите, даже птица есть. Офигеть! Наконец-то вот оно, чего я ждал. Какая-то живность хотя бы. То есть, летняя версия, это такое вот, ну не знаю, я бы сказал, продолжение всё-таки. Потому что здесь... Причём, смотри, гаражи, да? Гаражи были зимой, я не помню. Ну, короче, круто. Круто, что автор вот додумался сделать летнюю версию, и вообще её как-то разнообразить. И это круто. Вот если бы ещё был наш гараж, в который можно было зайти и поездить на машине, было бы круто. Но я так понимаю, что в гаражи зайти нельзя. Вообще, давай пробежимся, посмотрим. Вдруг можно, нет? Нет, к сожалению, нельзя. И причём, мне интересно, что будет, если мы попытаемся отсюда убежать. Вот мы помним, зимой бежали вот туда вот, сломя голову вот туда вот в край карты, и нас телепортировало обратно. Интересно, что будет в этот раз? Нас тоже будет телепортить, или мы можем прибежать на работу? В общем, я так понимаю, что в этой игре много чего интересного нового. Смотри-ка. Музон. Играет какая-то музыка даже у кого-то. Вот, вот, действительно, то, чего я и ждал. То, чего я хотел. Какая-то всё-таки разнообразность, живность, создание атмосферы того, что мы не один живём в этом доме. Вот это классно. Не знаю, когда наступит вечер, может быть, когда мы зайдём домой. Ну да ладно, давайте пойдём уже всё-таки домой. Я не знаю, где тут магазин, по-моему, вообще тут нет. Или, подожди, это второй двор, или это наш двор? Вот попробуй угадай, да? Так, если вот эта парадная открыта... Нет. А его, случайно, не закрыли тут, нет? Так, я уже, честно говоря, запутался. Там вот какая-то высотка вдалеке вообще, смотри. Я не знаю, это вообще двор там или что. Смотри, реально там какая-то высотка стоит. Обалдеть. Ну, я бы, конечно, пробежался, но... Вообще интересно. Так, вон там остановка, значит, вот это наш дом. Ага. Вот это соседний, а там ещё и гаражи, тоже гаражи причём. И здесь, и там, и там высотка. Ладненько, давай сгоняем всё-таки домой, попробуем поспать. Может быть, у нас что-нибудь получится. Го, го. Так, дверка прикрыта. Причём, книга не... О, лол. А где книга? Ну, видимо, всё, в самом деле, можно отправлять её просто так. Взять... А, это не билет, это деньги. Ну, хорошо, ладно, мы взяли деньги. Причём, деньги, это интересно, нам на завтра кто-то оставляет? Или же можно прямо сейчас сесть? Вот мне интересно. А можно вообще, нет? Или... Стоп. Подожди, утро наступило, нет? Такое ощущение, что погода поменялась на утреннюю, когда деньги взял, нет? Так, а мне вот просто интересно, мы можем сесть в автобус? Они вообще ездят, нет? По-моему, нет, потому что он довольно часто приезжает. Наверное, всё-таки это деньги на завтра. То есть, это у нас такой, типа, билет. Знаешь, говорю, как бы моделька вот этой вот купюры похожа на билет. То есть, разницы нет между тем, что мы берём деньги или билет. Ладненько, идём домой. Давай смотреть, что получится из этого. Так, это ещё такой какой-то осколок. Ну, идём, идём. Заодно давай постукаем во все двери. Посмотрим, что из этого получится. Так, откроем окна. Всё-таки у нас лето. Пускай проветривается лестничная клетка. Причём, мне интересно, а наша дверь закрывается, когда мы уезжаем, или нет? Или она остаётся открытой? Так. Пока ничего не происходит. Никаких соседских криков о том, что мы ломимся в дверь. Возможно, нужно стучать больше, не знаю. Хой. Это отсылка, да? Или это просто слово? Так, наша дверь. Причём приоткрыта. Значит, они всё-таки закрываются, да? Кое-как они закрываются. Так, заходим в квартиру. Включаем свет. И, собственно, идём смотреть в окно. Что произойдёт? Ночь наступит? Нет вообще? Нет, ночь не наступает. Так, нам говорили, нужно поесть. Давай включим радио, пожрём. Сожрём всё, что есть. Открывай холодильник. Обжирайся, как в последний раз. Так, хорошо. Кстати, что у нас тут вообще из этого дерьма? Значит, сковородка. Две сковородки заспавнилась. И куча столовых приборов. Ну всё, идём спать, наверное, да? Выключаем свет. Заходим в комнату. Включаем настольную лампу. Так, почитать книгу. А, печатать книгу. Смотри, можем книгу печатать. Ну, давай попробуем. Так, слушай, круто. Смотри, анимация прям. Ух ты. Так, утром я подхожу к окну и смотрю на восход. Бла-бла-бла. Слушай, круто. Вот это реально очень интересно сделано. Так, давай включим свет. Всё-таки так будет поприятнее. Так, моя незаконченная книга. Написано 0 из 20. Погоди-ка. А, получается, можно брать вот эти листочки и складывать в книгу, что ли? А ну-ка, подожди. Так. Да, обалдеть! Нам нужно написать 20 листов, да? Ух ты, круто. Так, это что такое? Портфель. Портфель не берётся. Не открывается. Обалдеть! Слушай, надо попробовать. Так, лечь спать. Я могу лечь спать. Телевизор, кстати, вернули нам. Видимо, соседи добрые занесли. Ну, хорошо. Давай попробуем спать. Что из этого получится? Наконец-то сон написано нам. И есть кнопка сплю. Попробуем нажать. Охренеть! Ребята! Обалдеть! Мы теперь даже в снах появляемся. И вот скажите мне на милость, а? Вот почему нельзя было это всё сделать в ШХД зима? Ну вот скажите, пожалуйста. Вот цены бы не было игре. Но нет. Игру вот сделали исключительно под стихи и песни. Вот эти вот спектакли. Почему нельзя всё это было реализовать уже в зимней версии? Смотри-ка, домик какой-то. А, фонаредь. Я очень надеюсь, что это не хоррор. Потому что мне иногда снились сны, где я в лесу убегаю от каких-то тварей. Надеюсь, здесь так не будет. Смотри, грибы можно пособирать. Давай пособираем. Я очень надеюсь, что со временем сны нашего персонажа не будут действительно превращаться в какие-то ночные кошмары. Потому что, скорее всего, так и будет. Мне почему-то кажется, мол, персонаж будет уставать работать монотонно изо дня в день. Его будет бесить работа. И, в конце концов, он будет сходить с ума. Мне почему-то кажется, что будет так. И сны у него тоже будут меняться. Ну, не знаю. Не знаю. Но вообще круто. Очень круто. Так, заходим. И... Пора просыпаться. Меня ждёт прекрасный новый день. Ура! Мне так это надоело. Конечно, ура! А что нам остаётся делать? Да? Чёрт возьми. Снова прекрасный, наверное, в кавычках, день. Выходим на балкон. Вот жаль, жаль, что здесь нету проезжающих машин. Каких-то людей, не знаю. Ну, вот серьёзно. Пару людей, курящих из окна или на балконе. Ну, можно же. Можно было бы сделать. Нашего персонажа вообще, кстати, не видно туловище. Ну, ладно. Так, включаем телек. Значит, книгу мы писать... Ну, не знаю. Давайте напишем. Интересно, что будет, когда мы напишем 20 страниц. Мне прямо очень интересно. Нужно сделать скрипт на мышку, который будет постоянно быстро нажимать кнопку Е. Кстати, у меня такой есть. А ну-ка, подожди сейчас. Раз. Так, попробуем. Как тебе такое, Илон Маск? Так, а этот можно... Так, 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 подожди. Вот это вот очень тяжело здесь цепляются вот эти вот странички. Нужно два раза нажать вообще. Непонятно. Так, давай попробуем написать всю книгу за пять минут. Так, кладём это сюда. Листочек, подымайся. Давай сюда. Вот это вот лишнее. Пробуем. Так. Я устал, на сегодня хватит, говорит. Обалдеть, а можно спать лечь? Прикольно, слушай, очень прикольно. У меня есть этот самый макрос на мышку. Короче, можно хитрожопить немножко. Так, в общем, сходу давайте выходим и топаем на остановку. Так, а в почтовом ящике у нас, между прочим, появились новые книги. Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянно, ну, лёгкое занятие. Интересно. Философская мысль такая. Так, ну, хорошо. Значит, можно какие-то книги отправлять. Я не знаю, что нам это даёт, собственно. Вот бабочки эти слишком большие, медленные, но всё равно красиво. Вот такое вот раннее утро, где-то часов 6 утра, наверное, мы топаем на остановку. Вот, честно говоря, такое вот какое-то оно... Я не люблю утром просыпаться. И мне даже в игре, если честно, это как-то всё так вяло, всё так это скучно. Ну, не знаю, как-то так сонный такой, всё затянуто. Вон и автобус наш едет. Солнце вообще непонятно какое-то, немножко странное. Выглядит как будто какой-то, не знаю, кусок сыра, что ли, или луна. Какая-то вот текстурка есть у солнца. Не просто белый такой вот круг, а какая-то есть текстурка. Так, ну хорошо, ждём наш транспорт. Садимся и, собственно, петляем. Причём даже вот в автобусе нет водителя. И, честно говоря, это немножко жутковато. Ну да ладно. Так, заходим. Прыгаем на наше место. Значит, и, собственно, едем дальше. Водитель, отчаливай. Стартуем. Я сказал, стартуем. Ну вот, мы снова в офисе. Так, давайте я вам покажу, кстати, как же работает вот эта вот фишка с часами. Так, берись. Ну, как говорится, погнали. Нет, не работает. Так, погоди. А, вот. Не ту кнопку нажал. Так, ну погнали. Короче говоря, заметили, да, что стрелка часов начала очень быстро двигаться. Но мы так быстро нажимали Е, что она, видите, ещё до сих пор двигается. Не успевает за нами. Ну ладно, дело такое. Всё равно круто. Просто так быстрее как-то проходить это всё. Ну ладно, погнали. Так, подожди, чекаем двери. Кстати говоря. Открывай, сука! Так, оно, нет. Закрыто, закрыто. Ну, видимо, нас будут постоянно ограничивать в открытии новых дверей. Ну ладно, так и быть. Смотрите-ка. А мы приехали уже довольно-таки поздно. Обалдеть! Смотри, там вообще какой-то туман. Ё-моё, чё это? Чё это такое там? Ребят, вот честно говоря, сейчас я немного очкую. Смотри, синяя. Чё-то скорая, что ли, какая-то там? Милиция там? Ёпта! Чё это? Дискотека? Люди, чё такое вообще, а? Я хотел было разделить эту игру на две части. А тут какой-то... Мистика какая-то. Слушай. А что? Что происходит? В чём прикол? Чё-то должно произойти, нет? Просто свет какой-то кружится, летает. Ну, типа, если присмотреться, видно, что это просто сферы летают. Типа, точки света. Но в чём прикол? Эй, есть кто дома? А так? Люди, чё происходит вообще? Чё это за мистика такая? Причём мне почему-то кажется, что вот этот район, вот эти дома, они заброшены. Потому что они и зимой, по-моему, не горели были все какие-то странные. И сейчас. Чё? Причём точка воспроизведения звука где-то здесь идёт. Ну, ладно, давайте допустим, что это реально заброшенные дома, и там молодёжь развлекается. Хрен с ним. Ну, просто стоит вот жилой дом, и рядом с ним... Ну, чёрт его знает вообще. Ну, интересно. Ладно, это реально интересно. Необычно. Какая-то, в общем, мистика, фантастика. Не знаю. Но идём, идём. Пока на две части ролик разделять не особо хочется, потому что очень интересно, что происходит. Всё какое-то новое, всё меняется. Мне кажется, что и сон у нас сейчас изменится. Давай ради интереса вот дойдём до койки. Ляжем. Посмотрим, что будет за сон у нас сегодня. Так, берём денежку. Где у нас денежка очередная? Эй! Нам деньги не оставили? Всё. Теперь нужно как-то выкручиваться самим. Реально нет денег. Не знаю, может они с утра появятся. Ведро. Может быть в ведре. Нет, а мусор. Ну, ладно. Идём тогда к нам. Посмотрим, значит, сон. Скорее всего он изменится. Мне очень кажется, что он будет другим. Люди, открывайте. Блин, страшно одному жить. Я ещё единственный выживший в этом мире. Так, давай ещё книжку напишем. Кстати, мы можем, интересно, книгу написать. Так. Я, кстати, вот даже не знаю, чего ожидать от этой игры. Нас тут не встретит в один момент какой-нибудь монстр. Ладно, давай. Три страницы за раз, пишет наш герой. В принципе, очень даже неплохо. Молочина. Я не знаю, как его назвать. Ну, ладно. Причём я заметил, что реально все вещи остаются на своих местах. То есть, как бы, мы реально проживаем день сурка, что ли? Я вот не знаю даже. Потому что, кроме того, что мы вернулись ночью, все вещи остаются на своих местах. Все радиотелевизоры выключаются. Действительно, такое ощущение, что у нас вот повседневная эта рутина просто зациклена. Даже не знаю. Но ночью выглядит всё очень красиво. Там дом, кстати. Интересно, туда можно добраться или нет? В общем, игра действительно много всяких интересных штук преподносит. Ладно, смотрим сон и будем думать. Ну, обалдеть. Я так и думал, что мы всё-таки будем в другом сне. Какие-то мистические фигуры. Лестница вверх. Я уже понимаю, что нам нужно добраться туда. Единственное, я боюсь, чтобы нас не атаковали какие-нибудь твари сейчас. Не знаю даже, вообще может быть такое или нет. Но очень интересно. Реально очень интересно. Прям вот всё по-новому. Реально новый сон. Какая-то своя атмосфера. Ну, круто, круто. И мы теперь вот действительно... Где-то я слышал, что есть такие сны. Вот когда ты там пытаешься куда-то добраться и не можешь. Или бежишь от кого-то, но никак не можешь убежать. Так, я надеюсь, здесь такой же фигни нет. Потому что вот так вот я лезу вверх. Да, и я вот не знаю, я вверх лезу или я телепортируюсь назад. Чёрт его знает. Так, ну никаких тварей вроде бы нету, слава богу. Просто пока ползём вверх по белой лестнице. К вот тем вот... Сука! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бляха-муха, вот это я лол. Ну, короче, ладно, давайте я залезу и потом уже посмотрим, что получится. Ну, наверное, сон закончится. Ах, господи, надо же было так зашквариться. Итак, момент истины. И мы добрались и я упал. И чё? И нахрена я туда лез? Короче, я сейчас не понял вообще, чё произошло. Я добрался до верха. И, не знаю, то ли скрипт не сработал, то ли я дурак. Но ничего не изменилось. Наверное, надо залезть опять. Причём, когда мы поднимаемся всё выше и выше, музыка начинает играть с более громкой громкостью. Не знаю. Не знаю, к чему бы это. Так, я залез. А, это кровать наша. Спать тогда нажимаем. Е. Ну и, как обычно, просыпаемся у себя дома. В общем, игрушка интересная. Исследовать тут много чего хочется и нужно. Но, я думаю, давайте разделим всё-таки на две части эту игру. Потому что я, честно говоря, уже немножко подустал от всей этой непонятки. Нужно побегать самому, разобрать всё, так сказать, более детально. Если вам было интересно, ставьте лайк. И пишите, хотели бы вы видеть продолжение. Ну, понятное дело, вы бы хотели видеть продолжение. Но, всё-таки, если напишите комментарий, будет надёжнее. Так будет более понятно. Вот. Значит, так, подожди, я ещё не могу пройти. Я вот хотел пробежаться туда в конец. Там всё-таки тоже какая-то высотка. Интересно, можем вообще добежать до неё или нет. Наверное, нас всё-таки телепортируют. И, кстати, пробежать вообще в конец дороги. Там будет невидимая сена или нас тоже телепортируют. Куча гаражей стоит. Прям очень много. Но не хватает всё-таки каких-то декораций побольше. Ларьки какие-нибудь. Дорожная разметка. Нет, разметка, кстати, есть. Ну, вот, типа, вот, смотри, голые, пустые, вот, какие-то террейны, да. То есть, нету каких-то там сквериков, ларчиков, не знаю, мусорных пакетов, урн там. Чего только не придумаешь, да. Но вот ничего нет. Просто голые вот эти вот области. И как-то это очень скучно. Никаких там ни собачьего говна, не знаю, ни дорожек, ни улиц. Ничего. Причём вот я вот выхожу, да. А, всё, смотри, нет, ещё могу идти. Мне показалось, что меня уже стена ограничивает. Вот я выхожу, вот просто вот пошёл человек погулять, да, и вышел вот просто на голый террейн. Вот разве это нормально, по-вашему? А, вот всё, упёрся, упёрся я в невидимую стену. Чего? Чё это такое? Какая-то музыка. Лол. Тут поставили музыкальный какой-то триггер. А это, бляха-муха, чё такое? А это чё такое, ребята? Ни хрена себе. Это что? Уже наступил посткоммунизм, где уже отдельные коробки, да, в воздухе. Лол. Это что? О, типа, не хочешь жить со всеми живы в отдельной коробке, левитирующей в воздухе, так что ли? Охренеть. Кстати, небо. А, небо всё-таки пиксельное, но очень хорошее небо, кстати, красивое. И нас никуда не телепортируют, то есть нас просто упирают в стену. А вот это, конечно, собственно, наверное, и есть та высотка, которая мне виделась из окна ночью. Ну, такое, просто текстурка. Хм, жаль. Лучше бы это была действительно какая-то... Смотри, музыка. Тоже музыкальная эта точка стоит. Причём, наверное, вот этот забор, наверное, где-то наш офис тут находится. Я думаю, к нему можно добраться, но интересно. Кстати, а что будет, если сесть в автобус без денег? Он просто не поедет или что-то произойдёт? Тоже интересный эксперимент. Ну, короче говоря, много чего тут нужно узнавать, вынюхивать, потому что не всё так просто. Не всё так просто. Причём, наверное, офис вообще может находиться в одном из квартир нашего здания, чтобы далеко, так сказать, не бегать. Могли офис сделать в одной из вот этих вот, не знаю, коробок. С вами был Sky, всем пока. Ставьте лайк, коммент, делитесь видео с друзьями. Пускай знают, что есть шахады лета, пускай играют. Можно найти эту игру на GameJolte. И называется немножечко по-другому. С вами был Sky. До скорого.